Здравствуйте, друзья! Скажи, Светочка, вот эти яблочки, это никак не связано там с Рождеством или Новым Годом? Просто яблочки и все, да? Просто яблочки органические и все. Красивые. Друзья, они пахнут. Они очень хорошо пахнут. Что говоришь? Очень хорошие яблоки, они такие кисло-сладкие и хрустящие, они очень хорошие. Я несколько видел уже публикации в разных изданиях, которые говорят, что какой-то кризис с этими яблоками. Да ты что? Да, и что-то такое, и вот надо какой-то редизайн, что-то такое. Слушай, по-моему, на ябл обычно они маленькие, а эти какие-то здоровенные. Посмотри, какие. Они еще органические. Ты знаешь, у меня такое ощущение, вот мы снимаем, как будто это какой-то рождественский репортаж. Вот такое все красивое. Мешок порвался. Друзья, выпал наш апельсинчик, выпал. Красавец, давай другой мешок, давай. Может быть был хороший мешок, а ты его порвала? Нет, по-моему, он дырявый, и тот, и тот. Вот, друзья, бывает, все бывает, даже в Америке получается такое, хотя редко. Я знаешь, что вспоминаю, что когда вы приехали в США и покупали молоко в пакетах, то я по советской привычке первым делом смотрел на дно пакета, не протекает ли молоко, потому что там протекало. Надо сказать, что и здесь бывает. Нам нужно сосредоточиться и брать все на супчик. Супчик. Что это будет? Вот сейчас нам подумаем. Нам нужно, чтобы он, да, и на 5. Говори в камеру, только что, чтобы хотим. Ну да, просто, ну, я вот не знаю, что нам взять. Вот мы хотим капустный супчик или брокольный супчик. Брокольный. 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 Охо. Орошает, урошает, друзья. Вот это дуже гарный броколи. Если кто понимает, что я сказал. Ну, спасибо. А вот ты училась в Киеве в школе, правильно? Ну да. 10 лет. Да. Вы там изучали украинскую мову. Да. А что ж ты ничего сказать не можешь? Так английский мне все забил. А мне кажется, Свет, ты и в СССР не могла? Ну, не особо могла. Светлана, сестра Светланы, я помню, она как бы, по идее, знала, могла сказать, говорить по-украински. Ну, не очень. Она лучше в школе училась. Не очень. Но попав в Америку, она при попытке сказать, что это по-украински, она переходит на английский. У меня тоже переходит на английский. Все, что мне говорят, получила отвечать в половином по-английски. Вот скажи, 4 доллара за фурм. 4 доллара за фурм. Вот это вот фую. То есть, вот эта фуевая фурма, у которого и вида-то никакого нет, и твердая, как камень, друзья. Вся ее органичность, как бы прелесть этой органичности, заканчивается в тот момент, когда ты думаешь, что это надо есть. Ну, что это за фуя такая? Да. А вот эти Светы не любят. Ну, они действительно, они вяжут. Если там малейшая, так сказать, не... Ой. Малейшая неидеальность в спелости, то это будет вяжущим. Ну, вот я их люблю. Они хорошие. Вы видите, друзья, как капустка китайская, она же Napa Cabbage. Как она отправляется в закрома родины. Ну, или, так скажем, в Светланино корзиночку. Мы ее обычно квасим. Свет, это для заквашивания? Да, она машет, кивает головой, говорит, это для заквашивания. Кейл. Динозавровый кейл, так он по-научному называется вот. Пожалуйста. Да. Не знаю, вроде простые такие вещи. Так, ходишь, а настроение хорошее от них. Вот так смотришь на капустку. Да. Морковочка. Все так. Хорошо. Вроде так и должно быть. Что за корешок такой, е-мое? Вот, что за корешок... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, брызгает. Ай. Так. Что за корешок-то такой? Да, не поймешь. Там написано, там много вот таких названий, но понять иной раз, какое к чему относится, сложно. Так. Малинка. Дрисклс, это хорошая, известная фирма. Да. Так. Ну, чего? Докладывай, какие наши победы? Не все. Не все, а что нам, что нам еще? Нам нужно еще морковочку для. Нам нужно еще морковочку для. Укропчик. Укропчик. Так, петрушечка нет? А я уже жилать именную. А что ты морковочки для? А я порезанную хочу. А порезанная где-то была в другом месте. пока вы не видим порезанный есть порезанные салатики а вон она стоит точно я помню знаете историю когда света уже была моей женой и жила в москве поехали бы как-то в киев и беседовали света с мамой и и света кит вот там курицы там сюда вот такую я не хотела там вот были венгерские они были такие мытые чищенные за три рубля по моему дали сколько они там стоили и мама ей говорит ты смотри как она выпендливается такую чтобы значит опалить я помню этот разговор она говорит чтобы там она конечно взять обычную курочку опалить там эти перышки это своя и в киеве а потом когда они приехали уже в москву переехали и значит я и говорю а что же вы не взяли вон то ли это не к девушкам возьмут очищенную как она там называлась я не помню красивые были по венгерские эти бройлеры они были все одинаковые прямо как на станке выточены сегодня пошли дальше а в чем вот разница вот те были одного цвета эти другого цвета это грейпфрот да ты чё с виду чисто апельсин а как ты знаешь я знаю что это это вот тут вот эту здесь она гораздо желтей чем у тебя в пакете все-таки вот чего не хватало в афорике меня спрашивает дарцут на там не хватало какого-то крисмасовского настроения вот почему-то у нас калифорния но есть так она и как-то и на расклад а я здесь вот не вижу ничего такого рождества здания вот и тем не менее может где-то музыка играет может что-то там совсем ничего не было там где-то по углам какие-то елочки были да да тоже вообще мы не слабо закупились то это на один день буквально нет вообще-то на классе так а молочка мы не хотим да ты хочешь возьми давай возьму козьего или пора или же у овечьего какое-то вечеринка есть как нет шифт шифт как это нет вот это это козья давай в стеклянные баночки возьмем а вот есть вот такой а я хотел стеклянные баночки пузатая а это кефир кефир то они надо молочко давай есть еще в молоко овечье согласитесь что если есть сыр то должно быть молоко из которого делается сыр но как же так друзья скажите вот я помню был период в нашей жизни когда у нас со светой была дискуссия вот мальчик и девочка баран вот и да и овца и света говорила баран и барашка я буду как же барашка когда овца да но представляете вот мне вот такие тяжелые приходилось времена переживать так позже вот такие красивые это half and half это такие как сказать сливки да можно сказать сливки но это коровка вот прям по ней видно сразу чье молочко смотри уже коровье молоко раз написано все это не генетически модифицированных а где написано это значит что бывает такое риал молоко и генетически все остальное генетически может быть там у них и трава которые они ели или там корма какие-нибудь были ты понимаешь вот там ленина получается так как только один пишет но он джима удачной жду час остальные тогда джима ну ну не знаю вот друзья вы видите три сумочки можно сказать ничего не купили 100 долларов нет но света это как бы дорогие овощи проф если бы мы пошли в какой-то китайский магазин они конечно дорогие то есть например вот зукини да маленькие такие да да они здесь стоят по 2 40 за ваши такие за ваши да а слушай нам же далеко не туда мы сейчас мы возьмем в руки и пойдем машину нигде машину запарковать я просто поражен такого вот чтобы вот так забит был паркинг такой вообще никогда не было мы тут покружили покружили и запарковались на улице вот они в обычном магазине по доллару стоят то есть если бы мы пошли в китайский и как у пушкина в сказке не гонялся бы ты поп за органическим да вот так было бы может быть давай так на вкус мы отличаем продукты органические от неорганические или вот скажем так тех за которые дороже платят как друзья смотрите у нас у нас руки да у меня вторая рука с камерой что мы делаем мы пользуемся благами цивилизации цивилизация позволяет зайти вот так сумка идет в эмигрантовоз . вот друзья за что деньги то платят за то чтобы ногой раньше это ногой открывали дверь в офис до закрываем дверь вот пошла сама давай так вот зависит продуктов какие-то продукты абсолютно сто процентов может сказать что они отличаются в частности мясо и курочка курочка и зубе птица да отличаются яблоки другие они другие по фото берешь твоям и ты чувствуешь по вкусу что они другие про апельсины и грейпфруты я так не могу сказать что я могу на вкус отличить и уж конечно овощи вряд ли овощи не могу сказать то есть это скорее больше дань моде но и такое ощущение что ты уже делаешь супчик из всего органический можешь сказать что присутствует совершенно явная спекуляция на вот органическом холестерольным без холестероль нам что вот те кто продает они маркетируют бессовестно надувая там берут огурец пишут там холестерол фри там вы не это талан а как вот мы только что увидели что они пишут нон джеймо и сразу возникает мысль на молоке на молоке все остальные получается молоко генетическими но хотя бы там имеет смысл что они может ели кукурузу как не знаю но если бы была стандартная система вот этих постановки этих лейбл конечно они манипулируют я там читала книжку одну и это просто кошмар то есть вот то как они пишут так чтобы с одной стороны рассказать правду с другой стороны скрыто что они хотят скрыть без пол-литра тут вообще нормальчик не разберется не ты знаешь я вот читаю все таки в основном достаточно истеблишки такие они все есть просто постой постой читаю истеблишки какие-то издания это может быть там cnn fox это может быть там блумберг это может быть new york times знаешь там вашингтон пост и так далее это все серьезные ну я в онлайн я говорю о том что даже там где они в общем то они переборчивы в рекламе они не все что угодно позволят у себя рекламировать но ты читаешь эту рекламу и ты видишь как дурят просто самым беззастенчивым образом я читала книжку и там обман пишут вот например просто люди не знают да вот они например думают что когда пишет кейдж-фри то есть без клеток курицы да то есть как бы она не была в клетке она не была в клетке то есть у нас в мозгу сразу о эта курица бегала по лужайке но тут ничего не сказано что а есть специальный термин что бегала да но дело не в этом дело в том что вот они просто срабатывают на том что люди как бы домысливают сами ведь они же не сказали никакой неправды у них действительно нету клеток но дело все еще слово пасчур пастбище но дело в том что эти курицы имеют возможность выйти куда-то но они не выходят просто что не хотят то есть они толпятся без всяких клеток толпятся вот в одном сарае в этом наступают друг другу на ноги там и выклевывая это зерно может быть даже органическая а и дверь может быть открытым там нужно знать как у собачек вот так пройти открыть но курица них могу в нет они не выходят оттуда то есть нас вроде бы не обманывают с другой стороны частей шабан поэтому надо расслабиться да и то что тебе позволяет кошелек и твое вот мироощущение то есть не например чисто ну вот вот какие-то вещи я знаю да что они вкуснее то есть бульон из неорганической курицы вообще есть нельзя это сразу чувствуется поэтому если я уже варю овощной суп на вот нам на курино-бульоне на каком-то то я уже хочу купить все органическое просто у меня совесть будет чистая я понимаю что я ем что-то хорошее и это тоже идет на пользу организмом поэтому надо расслабиться без фанатизма разговаривал с женщиной которая как-то торговала помнишь вот самый один из самых первых чейнов был где вот для похудения они там были как-то это называлось я забыл нет нет задолго до известный почему они хотели всякой фигней торговали там порошки какие-то ну и я и говорю а чё так дорого вот допустим к баночка с порошочком там 4 доллара его за что там там что там есть она говорит понимаешь год тут еще очень важно психологически это на человек который купит то же самое за 30 центов он не почувствует такого улучшения как человек который заплатил 4 доллара например вот допустим вот все то же самое будет написано органическая там паща в рейс тата 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 и будет три раза дешевле я получу только еще больше удовольствия от этого